В хорошую погоду в парке Победа многолюдно и в будние выходные. Горожане приходят сюда покататься на каруселях, велосипедах, посидеть за любимой книжкой, прогуляться в тени деревьев. Приводить зону отдыха в современный вид начали в прошлом году. На это выделили 23 миллиона рублей. На эти деньги обновили дорожки, освещение, отремонтировали центральную аллею. Но еще есть над чем работать. Никакого колхоза, никакого ларьков из 1991-1995 года быть не должно. Все должно быть очень культурно, все должно быть вписываться. Надо посмотреть с точки зрения бизнеса, который здесь мелкий, средний, чтобы они не каннибализировали друг друга, а чтобы только дополняли. Есть вопросы и к входной группе. Ее решено было перенести к памятнику танку ИС-3 вдоль проспекта Нариманово. По словам главного инженера, подрядной организации работы по ее строительству выполнены на 60%. Завершить должны к середине сентября. На сегодняшний день у нас работают бригады по устройству плитки, по приемке бетона и бригады электриков, которые будут устанавливать передвор освещения для данного парка. Полностью у нас получается площадь вся будет в плитке. Вот вся плитка, плюсы будут деревья, там у нас есть специальные зоны, вазоны, где будут сажаться деревья дополнительные, озеленение будет еще. Над дизайном работают местные архитекторы. По их задумке новый вход должен стать символом стремления людей к победе. В качестве материалов для строительства выбрали металл и бетон. Все в серо-белых тонах. Мы его красить будем? Нет, это такая задумка, что здесь именно ржавая. Ржавая будет? Да. Именно разлом от стене, что здесь вот именно война прошла, разломилась до и после. Также в этом сезоне подрядчики должны установить дополнительные вазоны с цветами, положить бордюры и брусчатку. Программа формирования комфортной городской среды в 2023 году у нас реализуется на шести общественных пространствах. На сегодняшний день по одному общественному пространству у нас работы завершены. Пять общественных пространств у нас находятся в работе в завершающей стадии. Контроль за ремонтом ведется специалистами МБУ «Стройзаказчик», городским профильным управлением и представителями Министерства ЖКХ и строительства региона.